Авиационными бомбами и кассетными боеприпасами 5 июля российские войска обстреляли Селидово в Донецкой области. Это один из эпицентров попадания снаряда. Здесь спасатели под завалами находили погибших людей. У вас прям есть раненый. То есть он прям вот находился здесь в этот момент? Да, вот там лежал на диване, а вот здесь два векна, он взрыв был отсюда. Я вот тут лежала, в этой спальне, мне не меньше, потому что окно вот так прямо летело, а я же сбоку. Мне ничего, даже нигде не зацепило, я просто сильно испугалась, вот уж бегла до него. А тут все же такое. Когда я его вывела, у него кровь. Это был не то, что сильный, а это вообще не назовешь никак этот взрыв. Вот это же начало все, когда на меня лететь, я тогда уже поняла, что случилось. И бегу до него, знаю, что он в зале лежит. Прибегаю, а он весь в крови, потому что как раз попала в сосуд. Дом можно забраться только через окно, потому что все две ударные волны заблокированы. Тихонько, тихонько. В этот момент, который я вам хотел, чтобы вы подъявились, подъявиться двое, где. В шкаф куплю. Вот эта входная так влетела. Вот тут она стояла. Вот тут она стояла. Дома не было, вы приехали сейчас, чтобы это... Нет, нам просто повезло. То есть вы, в принципе, уже эвакуировались, и поэтому... Да, да, да. Если бы не эвакуировались, мы этого ожидали и знали, что так будет 90%. Поэтому... Какие ваши эмоции вообще по этому будут? Эмоции. Чтобы утихал, вздох. Эмоций на тот момент, наверное, никаких. Потому что вы же понимаете, что это произошло внезапно. Когда находишься в своем доме, в максимально безопасном для себя месте, папу немножко ранило. Но в целом это лучше, чем могло бы быть. Все нормально. Массированный обстрел города забрал жизни пятерых человек. Более десятка получили ранения. Многие из них до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сгорел 21 автомобиль. 15 частных домов получили разрушение. Сегодня в Селидовской общине объявлен траур по погибшим. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев из Донецкой области. Для телеканала Freedom.